здравствуйте друзья мы продолжаем рассказы о комплекте одежды и снаряжения в поход и как я уже говорил в предыдущих передачах у нас монобрендовая фактически полностью покупка мы затарились дикатлон дикатлон известен именно тем снаряжением которое лучше всего по соотношению качества цена фактически тот комплект который мы собрали ему я посвятил отдельный ролик стоит примерно также как одни трекинговые ботинки другой фильм но достаточно ли хорошее качество мы сначала разбираем каждый предмет одежды отдельно говорим о технологиях которые применены как собственно конструкции как все сделано качестве и это первый ролик потому что тест полевой уже в него не уместить отдельно полевой тест у нас впереди множество осенних весенних походов мы выбирали одежду примерно для такого домисезонного ношения но у нас в питере все время так летом холодно осенью холодные сыры и весной холодные сыра а зимой тепло и сыра ну с точки зрения зимы поэтому погода почти одна этажа и поэтому универсальный комплект для походов по северо-западу россии мы выбирали вот ориентируясь на такую среднюю погоду но при этом его можно использовать и в жарком климате потому что такие ну например куртки они их можно взять с собой чтобы носить уже вечером когда становится прохладно а летом идти в какой-то легкой одежде так вот какие требования мы предъявляем к походному к походной куртке в данном случае такой вот мембранной ветровки первое конечно она должна защищать нас от ветра и от дождя и мы сегодня говорим о куртке for class 100 это нижний уровень по цене мембранной все-таки куртки до куртки с мембраной и ее цена совершенно поразительна сейчас на распродаже она вообще идет по 1900 рублей а до этого она была по две с половиной тысячи что для мембранной куртки очень-очень доступно но собственно декатлон известен хорошего качества товара по очень доступной цене что такое мембрана в данном случае здесь два основных варианта либо она наклеена на саму куртку изнутри либо является отдельной вкладкой отдельной полосой здесь вариант с нанесенной мембранной пропиткой изнутри на куртку она обеспечивает достаточно плотную и так непромокаемую ткань дополнительной водостойкостью куртка идет как водонепроницаемая но водонепроницаемая это знаете вот толстый слой полиэтилена а здесь ее проверяют до 2000 миллиметров а дальше останавливают потому что предполагается что больше двух тысяч миллиметров мы не встретим поэтому как минимум 2000 миллиметров водяного столба а также есть специальный показатель red это сопротивление испарению у нее сопротивление 13 тест red она прошла на балл 13 это в принципе это самая нижняя планка для походных курток 12 и меньше это уже куртки городские так называемые городские мембраны сама куртка ее ее проветримость вентилируемость не связана не только с мембраной да то есть мы имеем во первых водостойкую куртку из водостойкой ткани с пропитками и еще у нее имеется сетка дополнительная которая создает воздушную прослойку то есть если даже конденсат на куртке есть он не оседает обратно да у нее есть подмышками молнии которые можно расстегнуть и опять же иметь вентиляцию вот ну собственно что еще нужно удобный крой с швами которые не проходят тех местах где соприкасается плечо с лямкой рюкзака стяжки на рукавах которые тоже можно открывать давая дополнительную вентиляцию куртка имеет убирающийся в воротник капюшон затягивающиеся стяжками которые позволяют уменьшить продуваемость у этой куртки есть еще одно важное условие в одно важное свойство она действительно сразу предназначена для создания трехслойного комплекса 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 который работает комплекс этот собирается из трех слоев термобелье флис по которым тоже мы отдельно будем говорить и куртка с мембраной иногда бывает флис подстегнут к куртке с мембраной но в данном случае мы собираем отдельно и это очень интересная вариативность то есть она специально сшита достаточно свободно вот здесь на боках при размере соответствующим моему росту и габаритам и под нее вы можете поддевать если вам становится холодно во время похода вы можете взять с собой еще дополнительно теплую поддевку это либо флис дополнительный либо например пуховая безрукавка спокойно одевайте сверху застегиваете и продолжаете идти уже утепленным намного эффективнее создавать такую многослойную систему чем ну одевать один большой тулуп и в нем идти в поход или ватник теперь еще один важный момент мембрана будет работать только при соблюдении всех условий если на вас действительно одета потоотводящая футболка или термобелье тонкий флис который отводит через него проходит испарение влаги и собственно мембранная ткань если вы нарушаете эту схему например оденете хлопчатобумажную майку алкоголичку то собственно или футболку то собственно система не будет работать нужно понимать и есть еще один важный момент эта система будет работать на холоде и здесь есть очень серьезные нюансы вот вы например собрались в поход а вам нужно ехать еще как в питере в метро и например в электричке в поезде понятно что вы можете взять эти вещи с собой а а в метро или в электричке вот тут то начинается полный ад потому что она работает на холоде она жареет и начинаешь вариться как я сейчас под светом студийных ламп и ничего не спасает и не надо ожидать что она будет работать в такой ситуации поэтому вы опять же если у вас есть системы вы снимаете утепляющую одежду и везете ее с собой до похода в походе одеваете до термобелье пожалуй так одеть не получится то что это куртка отдельная она позволяет вам двигаться сначала в разгруженном состоянии то есть без дополнительной одежды а а потом уже дополнительную одежду одевать по сути своей это классическая такая куртка мне очень нравится именно классическая туристическая куртка у нее еще есть из бомбасов да наружный карман в который я бы все равно не стал класть например документы да внутренний карман молнии не защищены отдельным клапаном посмотрим как она будет будет ли она продуваться или нет и боковые карманы удобные где можно греть руки на капюшоне сверху есть небольшой козырек который тоже позволяет что-то прямо на лицо не капала вода во время дожде капюшон можно подтягивать на липучку делая более коротким или более длинным вот на просвет видно что швы проклеены проклеены швы внутри куртки ну вот только на просвет и на ощупь видно что есть проклейка швов это очень очень правильно внутренняя часть воротника который с заправленным внутри капюшоном становится объемным сделана из флиса натирать не будет будет мягко удобно но таким образом у нас получается такой предварительный обзор вот у нас есть куртка которая очень доступная по цене с мембраной системой вентиляции и хорошо держащую воду как это будет работать мы увидим с вами на тестах у нас впереди много много походов до встречи в поле